Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Что делать, чтобы защитить бытовую электронику? В первую очередь, это нужно поставить реле напряжения. Сегодня будем рассматривать две новинки от компании Росток Электро. Это реле напряжения серии VA с контролем тока и серии VA без контроля тока. Компания Росток Электро существует на рынке 11 лет в сфере защиты электрооборудования. На основе накопленного опыта разработаны данные реле. Эти реле напряжения существуют номиналом на 32, 40, 50 и 63 ампера. Они имеют встроенную термозащиту, регулировку яркости экрана, ручную настройку нижнего и верхнего уровня срабатывания реле. Производителям заявлена скорость срабатывания 0,02 секунды, что является самой быстрой из мне известных реле напряжений. К тому же, эти реле напряжения адаптированы для работы с внешним генератором, что позволяет им работать с плавающей частотой от 45 до 65 герц. Ссылки на приборы найдете в описании. У меня на канале размещен большой плейлист по защите бытового электрооборудования. Советую его изучить. В ближайшем будущем выйдут новые ролики по этой теме. Подписывайтесь на канал, чтоб их не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Эти реле поставляются в такой красивой упаковке из плотного картона, который обеспечивает сохранность реле при транспортировке и хранении. Устанавливается реле на два посадочных места, на стандартную динрейку. К реле идет толковая подробная инструкция. Ее электронную версию вы можете скачать на сайте производителя. Ссылку на сайт вы найдете в описании. Реле подключается по стандартной схеме подключения. На рисунке показана четырехточная схема подключения. Внутри прибора используется медная нулевая шина с сечением 16 мм кв. При желании это реле можно подключить по трехточечной схеме. При этом нулевой провод подключается к этой или этой клемме. Для подключения реле используются провода 10 мм кв. Хотя, я думаю, можно зажать в эти клеммы и провода большего диаметра. Управление реле довольно простое тремя кнопками вверх, вниз и меню. Есть индикатор выходного напряжения и дисплей. Корпус реле сделан из электротехнического пластика, не поддерживающего горение. Приятный дизайн прибора и качественная сборка. Это ударопрочный пластик. Детали плотно подогнаны, никаких заусенцев и прочих неровностей. Все надписи с лазерной гравировкой, так что они со временем не сотрутся. Давайте начнем с изучения реле напряжения с контролем тока, которое я считаю лучшим решением. Чуть позже рассмотрим реле напряжения без этого контроля, чем оно похоже и чем отличается. Подключаем. Реле тестирует напряжение сети и подключает нагрузку. При этом загорается индикатор OUT, показывающий, что нагрузка подключена. Сверху отображается напряжение в сети. Ток нагрузки реле измеряется с помощью внутреннего трансформатора тока и он отображается снизу. Если нажать левую кнопку, то мы можем узнать потребляемую мощность. На слайде показаны характеристики этого реле. Задержка при срабатывании защиты по верхнему пределу не более 0,02 секунды, по нижнему пределу 1 секунда, а если напряжение упадет ниже 120 вольт, то 0,02 секунды. Такое распределение времени по нижнему пределу срабатывания позволяет не реагировать на кратковременные просадки напряжения. При срабатывании защиты нагрузка отключается, но реле продолжает отслеживать напряжение в сети. Как только напряжение в сети вернется в установленные границы, то реле напряжение отсчитывает время задержки включения и подключает нагрузку. Обращу внимание, что верхний предел входного напряжения 400 вольт, что повышает живучесть прибора. Позволяет не выгореть в схеме внутри прибора, даже если на фазу попадет линейное напряжение в 400 вольт. Ток нагрузки реле может превышать заявленный на 25 процентов. К примеру, реле номиналом 63 ампера может коммутировать токи до 80 ампер. Ток нагрузки по реле другого номинала вы можете увидеть в таблице. Для чего может пригодиться ограничение по току. Если вы сдаете квартиру, то вы можете ограничить мощность, потребляемую квартирантами. Этим прибором могут ограничить потребление электричества в отдельных помещениях хозяева производств и офисов. Эта работа реле в режиме ограничения мощности и тока. Но для меня наиболее актуальным является дублирование защитных функций автоматического выключателя. Реле напряжения будет отключать нагрузку быстрее тепловой защиты автоматического выключателя, если ток в цепи выйдет за пределы характеристик кабеля. При этом, если превышение тока будет на 25 процентов, то реле выключится за 10 минут. В это время будет мигать экран. Если будет более 25 процентов, то за 5 секунд, при двойном превышении за 0,02 секунды. Давайте настроим реле напряжения под свои запросы. Список настроек по умолчанию вы видите на слайде. Нажимаем кнопку S. Вначале мы можем настроить верхний уровень срабатывания. Кнопками вверх-вниз настраиваем необходимое значение. Я обычно ставлю значение 255 вольт. Нажимаем еще раз кнопку S и регулируем нижний предел напряжения. Я обычно ставлю его 190 вольт. Еще раз нажимаем. Тут регулируем задержку повторного включения напряжения. Если в цепи защищаемой реле нет бытовых приборов, содержащих компрессоры, к примеру, холодильник или кондиционер, то я обычно задержку ставлю 30 секунд. В противном случае я ставлю задержку от 300 до 600 секунд, в зависимости от того, как быстро спадает давление в компрессоре. Чаще всего 300 секунд достаточно. Нажимаем и определяем, будем ли мы использовать функцию защиты по току. По умолчанию она включена. Мы ее можем выключить и перейти сразу к регулировке яркости экрана. При отключенной этой функции реле все равно продолжит замерять ток нагрузки. Но я рекомендую эту функцию не отключать. Далее мы устанавливаем верхний порог срабатывания защиты по току. По умолчанию это значение такое же, как номинал реле. Кнопками вниз-вверх мы можем отрегулировать это значение. Ток регулируется шагом 1 ампер. Дальше выставляем на какое время реле будет выключаться при срабатывании защиты. Затем выставляем количество таких отключений, после которого реле блокируется. Мы можем выставить бесконечное число раз, выбрав такие черточки. Если блокировка по току сработала, то выйти из нее можно нажав клавишу вниз, предварительно отключив излишнюю нагрузку. Далее переходим в режим регулировки яркости экрана. По умолчанию это 7 из 8. Мы яркость можем поднять или опустить. Оставляем семерку. Дальше выбираем работу реле со стандартной частотой 50 герц, или плавающей частотой от 45 до 65 герц. Для чего выбираем режим авто. В этом режиме мы можем еще добавить задержку отключения нагрузки по верхнему пределу в микросекундах. Если поставим 0, то время задержки будет стандартное 20 микросекунд. Для работы в обычной сети электроснабжения оставляем 50 герц. Дальше включение функции автоблокировки кнопок. В этом режиме, если не нажимать кнопки 30 секунд, то кнопки блокируются. Чтобы в этом режиме временно отключить блокировку, то нужно длительно удерживать кнопку вверх. Вот у нас реле разблокировалось. Дальше смотрим напряжение, по которому срабатывала защита по напряжению в последний раз. Если напряжение не отключалось, то реле отображает 0, как у меня сейчас. Дальше мы видим внутреннюю температуру внутри реле. Если она станет более 70 градусов, то сработает тепловая защита. Нагрузка отключится и на индикаторе будет отображаться ход. После остывания до 60 градусов, реле опять включит нагрузку. Если у вас такое срабатывание будет частым, то стоит обеспечить вентиляцию воздуха внутри щита и проверить затяжку винтов на клеммах. Обычно достаточно, чтобы в крышке щита были отверстия. На следующем шаге, мы можем вернуть реле к заводским настройкам. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и не изменяются при отключении питания. Корректная работа прибора гарантируется при температурах воздуха от минус 25 до 50 градусов и относительной влажности до 80 процентов. Следует избегать попадания брызг воды на прибор. Гарантия на прибор 5 лет, срок эксплуатации 10 лет. Я подключил реле к лабораторному автотрансформатору. Сейчас у нас напряжение около 230 вольт и реле включено, что отображается данным индикатором. Повышаем напряжение. Сработала защита по верхнему уровню. Опускаем напряжение. У нас уровень защиты 255 вольт. Как видим, даже при 256 вольт реле не включается. Опускаем еще. Реле отрабатывает задержку и включается. Теперь опускаем напряжение. У нас нижний уровень 190 вольт. Как напряжение вышло за пределы, реле через одну секунду выключает нагрузку. Если напряжение резко опустится ниже 120 вольт, то реле отключит нагрузку за 0,02 секунды. Чтобы проверить данное время выключения, нужны исследования в лаборатории. Я теперь подключил прибор класса V. Большие цифры выгодно отличают это реле от прежнего прибора. Ток в этом реле не отображается и не контролируется. Остальные возможности у прибора такие же, как в серии PA. Характеристики этого прибора вы видите на слайде. Давайте сделаем блиц по настройкам прибора. Настройки по умолчанию вы видите на слайде. Нажимаем. Верхний уровень срабатывания по напряжению. Нижний уровень срабатывания по напряжению. Время задержки включения. Яркость экрана. Переключение. Режим фиксированной частоты 50 герц и режим плавающей частоты. Автоблокировка кнопок. Напряжение последнего срабатывания защиты. Версия прошивки и внутренняя температура. Сброс на заводские настройки. То есть настройки такие же, как в реле серии VA, только без контроля тока. Эксплуатируется и подключается данный прибор аналогично к прежнему реле. Данные реле напряжения обладают отличными характеристиками и я могу их рекомендовать для защиты бытовой техники. На момент записи ролика эти реле новинка и опыта эксплуатации их нет. Если у вас есть опыт работы с данными приборами, то пишите о нем в комментариях. Думаю, ваш опыт другим зрителям будет полезен. Остались вопросы, также пишите в комментариях. Также свои вопросы можете задать производителю по ссылкам в описании. Поделитесь видео с теми, у кого еще не установлено реле защиты от скачков напряжения. Подпишитесь на канал, чтоб не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.